САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА Засушили первый тайм, но уже второй показал, кто на поле чемпион. Старая Зубчага победила со счетом 5-0. Футбольный ажиотаж участники турнира объясняют предстоящим чемпионатом мира. Ведь несколько матчей пройдут и в Самаре. После чемпионата еще прибавится, команды будут еще так же играть, еще с большим удовольствием, под впечатлением тех игроков. Чемпионат влиял положительно все равно, и инфраструктура, и все вот это вот. Фестиваль «Футбольная Самара» проходит в областной столице третий год. От сезона к сезону количество команд участниц только увеличивается. Сегодня за медали в шести турнирах сражались 500 фанатов футбола. Все в ожидании чемпионата мира, и у нас в этом году очень много проходит соревнований по футболу. Все ждем и гордимся, что чемпионат мира будет в Самаре. На фестивале любой самарец, вне зависимости от возраста и пола, мог показать, какой он мастер футбола. Кроме Кубка болельщиков, разыграли трофеи в таких турнирах, как Кубок наций, исполнительной власти и трудовых коллективов, будущее поколение и на поле только девушки. То количество женских команд, оно становится больше. Здесь первое, в первую очередь, это роль тренеров. У нас есть, появились тренеры, которые работают с девушками. И те турниры, наверное, которые мировые показывают, потому что команда «Россия» женская, она играет очень замечательно. Это тоже дает свои плоды. У нас Самаре любит футбол, играет в футбол. И слава богу, что вот есть сейчас такие площадки. Это первое, то, что огромное большое спасибо Самаре, так сказать, что открыли бесплатно именно эти площадки открытые. Ну и второе, что такие вот фестивали, турниры проходят. Мы с удовольствием в них участвуем. Кубок болельщиков – новый турнир футбольного фестиваля. И с первой попытки побил все рекорды, как по количеству участников, так и по результативности. В одном из матчей было забито в общей сложности 15 мячей. А первыми призерами турнира стали команда «Легион» с бронзовыми медалями. Город взял серебро, золото – у старой зубчаги. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!